Модель Коша Гревель G12. Для большинства людей, наверное, самая массовая модель, которую можно порекомендовать. Обладает средним весом, достаточно у нее длинные тонкие зубья, очень хорошо переносит точку, очень хорошо сидит на орантованных ботинках, потому что расположена на жесткий вариант ботинок, то есть с двумя рантами. Регулируется она планкой с фиксатором. Регулировка осуществляется, вы вставляете под передний рант, потом регулируете и пятка плотно залазит вот в эти щеки. Вставляется. Сзади так называемая лягушка осуществляет полную фиксацию. Должна быть очень плотно защелкиваться. По сути, кошки держатся без ремней, но ремень помогает не разболтаться, кошки, и осуществить еще более полноценное облегание. Регулируем так вот перегибается, вставляется обратным ходом и затягивается. Излишки, если маленький размер, ну или до 42-го, можно ножом или дома, ну обычным острым ножом, но края нужно опаять. Здесь нужно рассчитывать на то, что вы все-таки дополнительно зафиксируете ее контрольным узлом. Снимается она, все в обратной последовательности. Кольцо просто вытягивается и лягушка открывается. Кошки оснащены, как все кошки гривель, оснащены антиподлипом. Так как большинство восхождений происходит в летний период, когда снег достаточно липкий, мягкий и подкисает, то антиподлип, конечно, помогает не образовывать кучу снега на ногах. Антиподлип достаточно живучий. Его всегда можно купить в запчастях, но в последнее время, конечно, реже. Кошки настраиваются под любой размер ноги. У них есть два минуса. Первый минус, если размер 45 и больше, то вот эту планку придется покупать более длинную. Она идет только планка под стандартный ботинок. Если у вас совсем маленький размер, то, к сожалению, вот эта планка будет торчать. То есть, если размер там 36 или что-то, она будет торчать и ее желательно все-таки тоже убрать, если это, опять же, повторюсь, ваши кошки. То есть, мелкие настройки касаются того, что человек купил себе кошки, хочет один раз их настроить. То есть, она будет мешать. У кошек и есть достаточно длинные зубья. Они пригодны для точки. Для большинства восхождений эти кошки абсолютно приспособлены. То есть, это Эльбрус, это включительно там любая до четверки Б альпинистской и пятерки, но не имеющие сложных технических участков. Очень хорошие фирновые зазубрины, позволяющие идти по плотному-плотному фирну. То есть, он режет и задерживается. Их аналог, но как раз включающий ту фразу, которую я сказал для более технического альпинизма. Это G14. Отличаются мощными, кованными и агрессивными зубьями, которые, в отличие от параллельных зубов, они расположены перпендикулярно и больше вгрызаются и вбиваются в твердый лед. То есть, они рассчитаны, по сути, на вертикальную работу. Но надо не забывать, что часто люди покупают снаряжение более мощное, более солидное, но не используют его. А все-таки вот такая более простая модель будет, повторюсь, будет легче, практически там пара будет легче на 250 грамм. Поверьте, любой вес на ногах и в снаряжении он вам пригодится.